После окончания Великой Отечественной войны из Германии в СССР хлынул целый поток трофеев. Это были не только станки немецких заводов и экспонаты музеев. Репарации стали наживой для казнокрадов из Красной Армии. Согласно материалам некоторых уголовных дел, в присвоении трофейного имущества обвинялись даже герои Победы. В чем дело? Товарищ маршал, мне приказано провести у вас на даче оперативные действия. Что это означает? Я арестован? Никак нет. Только проверка госимущества. Что случилось, Георгий? Шура, иди к себе. Иди, иди. Ордер покажи. У меня есть приказ замминистра. А, приказ. Приказы надо выполнять. Сейчас, ребята. Сейчас, сейчас. Дай закрывать. А ну, заткнись! А маршал-ка? Да б сделал. Встать! Вашлятку да вон! Это мой вам приказ! Он, я сказал! Лейтенант, проводи гостей. Вы еще пожалеете об этом. Гражданин Жуков. Одним из тех, кого обвинили в присвоении ценностей, оказался маршал Жуков. На него самого и людей из его окружения собирались материалы для уголовного преследования. Как показало развитие событий, трофейные дела были лишь частью подковерной борьбы, развернувшейся между руководителями советских спецслужб. После взятия Берлина вся власть на оккупированной территории была сосредоточена в руках маршала Жукова. Одним из самых приближенных к нему людей в то время был Иван Серов, уполномоченный НКВД в Германии. За каждым их шагом следили агенты военной контрразведки. Для этого были свои причины. Поступила информация о том, что Серов 100 мешков рейхсмарок присвоил, не оприходовал их. Это порядка 80 миллионов рейхсмарок. Из них 50 тысяч, это потом выяснилось, были переданы Жукову на представительские расходы. Абакумов прибыл в Берлин для того, чтобы разобраться в том числе и с Серовым. Виктор Абакумов возглавлял военную контрразведку СМЕРШ. Так же, как Иван Серов, он был выдвиженцем могущественного наркома Лаврентия Берии. После окончания войны молодые волки Серов и Абакумов столкнулись в борьбе за новые полномочия и власть. Виктор Семенович? Каким это сквозняком? Здравия желаю. Только не со сквозняком я, Ваня, а с ветром, который погоной ордена срывает. СМЕРШ называется. Не понял юмора, поэтому повторяю еще раз. Что надо? С инспекцией по твою душу. Да? С какой такой инспекцией? Ты часом лестницей не ошибся, ангел-душитель? Да вроде нет. Разное рассказывают. Аж самому не верится. Вроде бы как Гитлера ты в подвале спрятал. А ты, Витя, все еще завидуешь, что не ваш фронт Берлин взял? Или вашей разведке уже и спрятать нечего? Ну хорошо. Я, если что, могу поделиться. Да? Но только ты на Гитлера не рассчитывай. Конфликт между этими людьми возник на завершающем этапе войны. Когда была введена должность уполномоченных НКВД при командующих фронтами. Соответственно, каждый из них хотел штурмовать Берлин. Штурмовать Берлин довелось Серову. Это не просто горчило Абакумова. Он с этого времени считал и Жукова, и Серову своими врагами. Хорошую ты себе здесь делянку оттяпал. Мне тут жалуются, что на ней откопал ты с маршалом сотню мешков с рейхсмарками. Или их твоим сквозняком унесло? Хер докажешь. А я и доказывать не буду. Перетряхну твою контору и конфискую все награбленное. Товарищи офицеры! Что тут за цирк такой? Немедленно убрать оружие! Виктор Семенович, в чем дело? Да вот, Георгий Константинович, генерал-полковник Абакумов у нас в штабе Гитлера ищет. Ну, еще какие-то мешки с деньгами. Жуков ему сказал, что ты арестовываешь людей. Давай, убирайся отсюда, как можно быстрее. Но он сказал, порезь еще. Я не могу просто перед кинокамерой воспроизвести его слова. Такого оскорбления Виктор Абакумов забыть не мог. В его подковерной борьбе с Иваном Серовым, а теперь и с Георгием Жуковым, главным оружием мог быть только компромат. Атаку начал Абакумов в 46-м году, когда он стал министром госбезопасности СССР. Он написал несколько доносов, бывал на докладах у Сталина и ждал его реакции. Как тот отреагировал на то или иное сообщение? Медицина у нас такая большая страна. И ни одного академика стоматологии. Вы у кого зубы лечите? Во втором медицинском есть кафедра. Доктор Евдокимов Александр Иванович. Хорошая фамилия. В нашей больнице нет таких фамилий. То, что вы пишете о генерале Серове, это говорит о вашей бдительности. Мне это нравится. Но скажите, товарищ Абакумов, для чего простому заместителю министра подслушивать разговоры членов политбюро? Я думаю, товарищ Сталин, Серов мечтает снова объединить и прибрать к рукам силовые ведомства. Говорят, генерал Серов дружит с маршалом Жуковым. Что вы об этом думаете? Я считаю, что после капитуляции Германии они оба изменились и не в лучшую сторону. Ну, что вы имеете в виду? Богатые трофеи портят людей. Маршал Жуков – это не исключение. Товарищ Сталин, по нашим сведениям, он отрицает решающую роль партии в нашей великой победе. А его подпевалы и такой друг, как генерал Серов, уже видят его на месте наркома обороны. Ну, пока еще этот пост занят. Товарищ Абакумов, а вы уверены, что ваши сотрудники не врут вам? Товарищ Сталин, мы готовы выполнить любое партийное задание. Таких, как Жуков – героев войны. Пока еще они популярны у советских людей, мы не дадим очернить. Идите и подумайте над моими словами, товарищ Абакумов. Так точно, товарищ Сталин. И не делайте поспешных заключений. Так точно, товарищ Сталин. Популярность Жукова в народе начала раздражать Сталина. Кроме того, среди высшего военного руководства, увидевшего жизнь Европы, назревало недовольство существующим режимом. Это были люди, которые отстояли нашу победу ценой неимоверной. Это люди, награжденные звездами Героя Советского Союза, многочисленными орденами, которые проводили успешные фронтовые операции, брали Берлин. И когда они увидели в Европе, как живут побежденные, как живут немцы, и когда вернулись в свою страну, в разрушенные дома, к своим семьям. Естественно, вот в такой ситуации все стрелки сошлись на Жукове. Он был тем человеком, который в случае чего мог повести эту массу, критически настроенную массу, которые открыто критиковали и Сталина, и мероприятия правительства. Министр госбезопасности Виктор Абакумов умел понимать вождя народов с полуслова. Отныне сбор компромата на Жукова и на Серова стал одной из основных задач МГБ. А маршал-то наш кобель. Походу, на полевой жене, небось, собрался. Нет, товарищ майор. По нашим сведениям, медсестра в полях осталась. Не иначе, как фронт завел. Вот это было бы хорошо. В рапорте бы его прижучили. Чего это он? Вальдом. Давай, заходись, блин, вальдом. Служивые, передайте товарищу Абакумову от маршала Жукова с поздравлениями по случаю нового назначения. Расшиблись вы, товарищ генерал. Вы ведь из охраны. Не понимаем, о чем вы. Все ты понял. Доложить лично. Поехали! Тот факт, что у маршала Жукова была связь с молоденькой медсестрой, Абакумову почти ничего не давал. Среди оторванных от семей боевых советских генералов это не выглядело чем-то особенным. Кроме того, Абакумов и сам был далеко не примерным мужем. Абакумов был обвинен в том, что использует конспиративные квартиры для встречи со своими подружками. Он был очень обаятельный, красивый мужчина, Абакумов Виктор Семенович. Одевался с иголочки по последней моде по тем временам. Люсь, давайте выпьем за наше знакомство и за вашу удивительную красоту. Спасибо, товарищ генерал. Нам в зале так много красивых девушек и мне кажется, что вы больше смотрите на них, чем на меня. Бросьте, Люсь. Я здесь впервые. Просто ищу знакомые лица. За вас. За вас. За вас. О, Марьяна. Заведующий постановочной частью цирка. А посовместитель с управляющим борделем. Жорж, какой бордель? Ну, что за мовит он? Мало кто знает, что в цирке на Цветном бульваре в те годы существовал самый настоящий бордель под названием «Веселая канарейка». Заведовался этим делом некто Марьянов, заведующий постановочной частью. А рядом с Марьяновым это Крюков? Генерал Крюков. Вы зоркий глаз. Смотрите сюда. Зачем. Генерал Крюков подарил? Трофейные. Крюков из королхоза и сенсуси репарации привез. На всю жизнь хватит. Даже шпингалета с шумурками не забыл. Хозяйственный мужик. Жорж, вы опять? Вот это уже зависть. Так получается, что он эти репарации теперь по борделям, пардон, по заведениям разносит? А как же жена у него? У него вроде это знаменитая певица Русланова. Да, Русланова. Так и теперь у Крюкова муж в бордель, а жена его к маршалу Жукову на чай. К Жукову на чай. Об этом все говорят. Очень хорошо. Люся, у меня к вам будет небольшая просьба. Пообщайтесь с Крюковым еще немного. На определенные темы. Товарищ генерал, ну за кого вы меня принимаете? Все сделаем. Вот и хорошо. В окружении Жукова успех победы вскружил голову многим. А Бакуму удалось нащупать слабое звено, которым оказался генерал Крюков, близкий друг маршала. Жуков говорил, по праву победителей трое суток как бы на разграбление, а это во всех войнах и всегда это было. И в этой ситуации никто бы на это никогда не обратил внимания. Но это все легло, как говорят, в тему. А Бакуму почувствовал, что эта тема интересна Сталину. Победители всегда имели право на славу и контрибуцию. Дорогие немецкие вещи доставались им почти бесплатно. И хотя установленные приказом Сталина лимиты на личные трофеи повсеместно нарушались, арестовывать фронтовиков по уголовной статье не приходило в голову никому. За исключением Абакумова. Для того, чтобы Жукова убрать с такой мировой славой, надо было к этому как-то подойти. И вот начали арестовывать весь генералитет, который работал с Жуковым, всех его генералов-адъютантов, порядка 73, по-моему, человек, в том числе и папу, чтобы скомпрометировать Георгий Константинович. На свой страх и риск министр госбезопасности Абакумов дал санкции на арест людей из окружения Жукова. Приехали, товарищ генерал? Выходите. Руки-то за спину. Вместе с другими были задержаны генерал Крюков и его жена, звезда советской эстрады Лидия Русланова. Что касается герой Советского Союза, командира кавалерийского корпуса Крюкова и его жены Лидии Руслановой, то у них пожалуй проходило по материалам дела наибольшее количество имущества, которое они собирали по территории Германии. В частности, я помню, что более ста полотен известных художников. Когда обыск провели, то нашли до 208 бриллиантов на очень значительную сумму. Но подбирались к Жукову, чтобы доказать, что главным инициатором всего этого дела был Жуков. Арест одного из самых близких к Жукову генералов мог позволить Абакумову получить признательные показания против маршала. Для этого применялись методы, хорошо проверенные еще в 37-м году. Их просто истязали, вырывали куски мяса, били смертным боем и генералов, и полковников, и всех арестованных. Им выдавали готовый материал, который необходим был для Абакумова и для, так сказать, стряпания всей этой дряни против маршала. Будем брать только по моей команде. Когда выйдет, личное оружие не применять. Гриша, ты будь готов, характер его знаешь. Под пытками генерал Крюков подписал показания против Жукова. Судьба маршала повисла на волоске. Работаем бесшумно, спокойно, вежливо и тихо. Всем все понятно? Тише. В этом документе подследственный генерал Крюков утверждает, что советский маршал заболел бонапартизмом. Вот. наш герой называет себя единственным спасителем Родины. Считает, что Родина ему обязана всем, а не он ей. Понимаете? Наш герой заявляет, что заслуга в разгроме немцев только ему принадлежит. товарищ Жуков враждебно относится к политаппарату и партии большевиков. Так здесь написано. Какие будут мнения? Товарищ Сталин, товарищи члены высшего военсовета, я, мы, мы все знаем заслуги маршала Жукова перед нашей страной. Пора наконец перестать доверять показаниям вытянутым насилием в тюрьмах. Зал замер. Должно было произойти несколько инфарктов миокарда. Вообще, там, может быть, с десяток даже, потому что такого сказать Сталину, членам политбюро, которые здесь присутствовали все. Никто бы не посмел, рыбалка посмел. Ну, кто-то даже посмотрел на часы, так, да, ну, минут 15 он еще проживет. А давайте дадим слово самому Жукову. Иногда в отдельных разговорах я действительно позволял себе зазнаваться, о чем теперь очень сожалею. Мне стыдно перед всеми присутствующими членами военного совета. Особенно перед вами, товарищ Сталин. Потому что вы всегда и во всем мне доверяли. Я вас подвел. Но заговорщиком я никогда не был и не буду. Это не в моем характере. Я навсегда останусь советским человеком и преданным коммунистом. Думаю, что заслуживаю любое наказание. Поэтому считаю, что должен оставить занимаемую должность. Все. в Товарищ Абакунов. Подойди. мы тут посовещались и решили поверить товарищу Жукову, что он исправится. и поручили ему командование Одесским военным округом. Не могли бы вы со своей стороны проследить, чтобы товарищ Жуков без помех добрался до нового места назначения? Так точно, товарищ Сталин. Мы готовы сделать все для этого. Что от нас будет надо Георгия Константиновича. Вот и хорошо. Если бы члены высшего военного совета отвернулись от Жукова, он скорее всего был бы арестован. Сталин понял, авторитет маршала среди боевых генералов слишком велик. Тем не менее, работа министра госбезопасности Абакумова по поиску компромата не останавливалась. Он по-прежнему рассчитывал через Жукова добраться до своего противника Ивана Серова. Тот сам поиск, товарищ майор. Тише ты. И без званий. Охрану разбудишь. Истише, иди звони. Главное, не засветись. Иди. Балашевич, что стряслось? Да шастый тут кто-то. Вагон, что ли, решили взломать? Клумба вроде на месте. О, смотрите. У трофея маршала Жукова позарились. Крысы. Ну, сколько успел? Семь вагонов, товарищ майор. Молодец. А кто это там? В конце августа 1946 года вблизи Ковеля на таможне задержали семь товарных вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. Все имущество было записано на имя Жукова. Несмотря на то, что сам маршал находился в Одессе, в его московской квартире и на даче произвели обыски. Товарищ Сталин, это протокол обыска на даче, принадлежащий маршалу Советского Союза Жукову Георгия Константиновича. Давай по существу. Извините, товарищ Сталин. Две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного товара и ценностей. Например, шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов всего свыше четырех тысяч метров. Особенно обращает на себя внимание огромный старинный персидский ковер, расположенный в одной из комнат. мехов. Соболи их, обезьянь их, лисьих, котиковых, каракуль. Всего 323 шкуры. Дача Жукова представляет собой по существу антикварный магазин или музей. Политбюро разберется, зачем советскому человеку столько шкур. Идите. Усердие Абакумова в работе по трофейному делу начало раздражать Сталина. К этому моменту генсек обдумывал идею возвращения раскаившегося маршала в Москву. Но Абакумов уже не так чутко улавливал желание вождя. Он был увлечен близким финалом многолетней охоты. Да, была некая война компроматов и фактически когда были произведены аресты всех заместителей Серова в Германии большого количества, казалось, Абакумов одержал победу, да, поскольку Серов низвергнут, Абакумов на коне, он раскрутил трофейное дело, но Серов не сдавался, он наносил ответные удары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, товарищ, докладывай. Как обостановка? Да хреновы, товарищ нерал-полковник. Люди Абакумова прибрали в свою оперативную работу по Германии, мы теперь занимаемся исключительно народной полицией. Да это я без тебя знаю. Еще что? Я даже не знаю, как сказать тут. помощника Абакумова просил предать. Обыскал? Обыскал, труха одна. Да. Обошел меня Абакумов. Ничего, Паша, ничего. Мы еще повоюем. В Москве мне пока делать нечего. Нельзя мне сейчас туда. сам полетишь. Будет у меня для тебя особое задание. Хорош, табачок, в нашем Берлине такого не достать. Ну, а вы сволочи, где его берете? Так это из старых запасов. Американские. Шпионы, бля. Родину за сигареты продаете. Мы этого не позволим. Товарищ Берия не позволит. Ты мне еще здесь опасись, твою мать. Заткнись. Отвечать быстро на поставленный вопрос. Абакумов здесь часто бывает. Виктор Зиманович, министр. Для кого он министр? Для кого министр, а для кого кобель похотливый? Отвечать на поставленный вопрос. Убью, сука. раз. Виктор Зиманович, тут давно не были. У меня ящик на дачу возил. Вот. Молодец. Правильно говоришь пока. Правильно. На какую дачу? Я ж тебе сказал, убью. А так, может быть, еще и поживешь. Раз. Коунцева. Я только упал на приказание. Его сиятельство. И товарища министра, то есть Виктора Зимановича. Товарищ Сталин был в отъезде. Так они с товарищами министра там гуляли. Где гуляли? На даче в Коунцево. На даче Сталина. Я ни чем не виноват. Летом 1947 года Сталин получил донос от Серова, в котором сообщалось, что некоторые приближенные вождя проявляют к нему неуважение. Даже спят с женщинами на его кровати. Это было серьезное обвинение против ведомства Абакумова. Сталин лично курировал это расследование. Серова вызвали в Москву для проведения дознания. Еще недавно опальный генерал-лейтенант получил пост первого заместителя министра внутренних дел и возможность нанести ответный удар министру госбезопасности Абакумову. Товарищ генерал-лейтенант, последственный Крюков прибыл. Заводи. Свободны. Привет, Володя. Здравствуйте, Иван Александрович. Да перестань ты. Вместе с тобой на бандершафт пили. Присаживайся. В ногах правды нет. Правды. Правда, это наша партийная газета. Брось. Не верничай. Володя, я тебе помочь хочу. У тебя жалобы есть? Третий год суда жду. Какие могут быть? жалобы. Ну, тогда прочитай и подпиши. Абакумов вся низком заговоре. А тебя что-то смущает? большинство наших придерживаются именно этой версии. Подписывай, Володя, подписывай. Система лагерей теперь в моем ведомстве. На днях получишь статью и через пару лет выйдешь помастье. Все пальцы переломали. Плохо работают. лагерей А что с Лидой? С твоей Руслановой все будет в порядке. Жуков в Москву возвращается. Больше всего интриги Серова помогла ошибка Виктора Абакумова в так называемом деле врачей-вредителей деле о сионистском заговоре. Дело известное дело врачей послевоенное можно сказать что Абакумов на этом деле погорел. Он это дело спустил на тормозах. В пылу охоты на Жукова Абакумов слишком халатно отнесся к более важному для Сталина политическому процессу. Серов не замедлил этим воспользоваться. Он обвинил Абакумова в попытке развалить дело врачей-вредителей. А Сталин самое интересное он ведь наблюдал над этой схваткой двух гигантов и не принимал окончательного решения. Он смотрел что происходит раздумывал что делать с Жуковым. Валя мы сами себе нальем. Иди отдыхай. Никитушка выключи этот партифон. Коба я хочу выпить за твое здоровье. За здоровье это хороший тост. Политически грамотный. А вот чего ты такой кислый что зубы болят? Мы ведь всех врачей вредителей повыводили. Или еще не всех? Воюем, Коба. Воюем. Воюете? Николай, скажи, а как ты думаешь наш Жуков Бонапарт не разучился еще в Одессе воевать? Господь Иванович, он ведь у нас боевой маршал. Ему учиться не надо. Скажи, А как ты думаешь, если начнется Третья мировая война и американцы на нас бомбы сбросят, где должен находиться товарищ Жуков? Разумеется, на фронте. Я ему прикажу и... Он ему прикажет. А если он на тебя обиделся? Я ему обижусь. Я его своими руками, я его под трибунал отдам. Отдаст он? Не отдашь. Кандидатов члены Центрального Комитета не отдашь. Садись. А ведь война не за горами, Микитушка. Лаврентий, готовь возвращение Жукова. Отец народов не исключал вероятности начала Третьей мировой войны. Для этого ему нужен был полководец. Сталин вернул Жукова в Центральный комитет партии. Показания, собранные Серовым, оправдали маршала. В июле 1951 по обвинению в политической близорукости и попытке воспрепятствовать разработке дела врачей-вредителей министра госбезопасности Абакумова сняли с должности и арестовали. Серов в этом же году стал первым председателем КГБ СССР. О, вот это морозильник. Давай, давай, заходим. Живой, товарищ генерал. Здоровья у моржа. Виктор Степанович, вы меня слышите? Виктор Степанович, вас поздравляем. Допрашивать мы вас больше не будем. Дело врачей-вредителей закрыто. А, и что касается жидовского заговора, вы амнистированы. Вот к стенке ты пойдешь за ленинградское дело. Что? Громче говори! Что? К Иване в Катыни много поляков закопал. Думаешь, комар носа... Унисите его. Без моего личного разрешения в камеру к нему никого не пускать. Даже под изощренными пытками бывший министр госбезопасности Абакумов ни одно из обвинений не признал. Он продолжал бороться до последнего. Когда Абакумов был арестован, он писал оттуда письма Сталину в будущем заключении. Я ведь всегда был предан вам безоглядно. Я ведь всегда выполнял все ваши указания. Именно преданность вождю народов сыграла с Абакумовым злую шутку. После смерти Сталина из камеры его так и не выпустили. С приходом к власти Хрущева, главного обличителя культа личности, против Абакумова выдвинули новое обвинение. Его назвали одним из организаторов массовых репрессий. В 1954 году Виктор Абакумов был предан закрытому суду и расстрелян. Ну, как думаешь, норматив сдал бы? Конечно. Курчевич, не успел остыть? Не успел, Георгий Константинович. Горячий. Спасибо. А, ой, простите, это тоже вам. А может быть, хотите, я вам свеженького заварю чая? Спасибо, красавица. Не надо. Свежий я уже дома буду пить. В июне 1953 года маршал Победы Георгий Жуков понадобился новому политическому руководству страны. От Никиты Хрущева, главного обличителя культа личности Сталина, он получил должность министра обороны СССР. Георгий Жукова, где купе маршала Жукова? В конце вагона пятой купе. Угу. Так, заходим. Прямо по коридору и направо. Берем вещи, выносим на перрон. Однако, через несколько лет, всенародная любовь и авторитет Жукова в армии стали пугать уже новое руководство страны. Маршала снова обвинили в бонапартизме, припомнили в том числе и трофейное дело. В итоге, в 1958 году Жуков был отправлен на пенсию. Очередной дворцовый переворот в Кремле задумывался и проходил по проверенному сценарию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА